ну и да вот еще вот такие вот возьму щипцы медицинский зажим вот им очень хорошо этим зажимом доставать всякие предметы которые где-нибудь в таких глубоких местах типа как этот колодец вот так раз опустили и зажим имеет фиксатор вот здесь вот такие крокодильчики раз и зафиксировал достал сразу наконечник легко и просто сейчас буду этот наконечники ремонтировать восстанавливать в единое целое посмотрим что-то масло есть нет масла сухо еще выкручу после все свечи посмотрю что свечами почистить их все равно обязательно нужно будет так ребята вот так же достал наконечник который сидел на свечи вот этот металлический вот здесь он оборванный то есть нужно будет сейчас мне вот разогнуть вот тут вот развальцовку сделать разжать вот эти вот усики вытащить вот этот оторванный кусок и вот этот вот кусок который здесь есть ставите в этот наконечник ну и естественно зажать потом усики ну а после уже я приклею вот этот вот наконечник значит еще выкрутил свечку в принципе свеча сухая что кстати удивительно я думал будет мокрая свечка оказывается здесь свеча сухая но только что вот уже электрод вот там горевший достаточно большой зазор прям что-то очень большой зазор слишком большой но электрод подгоревший наверное давно свечи здесь стоят но удивительно для меня что резьба сухая не маслянистая думаю сейчас будет тут все в масле она сухая возможно может быть их чистили но нет навряд ли но электрод здесь уже все горевший сильно больших зазор так сейчас буду заниматься этой темой так здесь вот эти осики раз гибаю немного их надо расширить чтобы достать вот этот вот оторванный кусок бронепровода в принципе он не сильно такой твердый металл и легко довольно таки понадается чтобы вот просто ножом понедеть и разжать вот так раз вот так раз вот так раз вот так разжимаем но желательно это отверточкой тоненькой еще но сейчас в ней под рукой нету не хочу там лазить искать все сделаем одним ножом оба и все все готово сейчас здесь и жало вот он электрод нужно его сохранить и вставить вот этот металлический электрод в бронепровод надо его не потерять аккуратненько вставить бронепровод и все точно так же поджать чтобы он вот контактировал корпус а здесь сейчас вот эти вот усики нужно подправить вот из такого из сплющенного состояния нужно сделать круглое то есть вот такое шило загоняем раз 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 видите вот она расплющена и теперь пассатижи аккуратно аккуратно нужно подправить раз подправить подклеен подклеен и чтобы протянуть удлинить провод бронепровод здесь видите в этом месте он был здесь сейчас я его протянул удлинил вот этот вот резиновый колпачок сдвинул по проводу вытянул так вот раз дел теперь второй вот этот конец сюда завести нужно вот и здесь у меня сейчас вот видите довольно длинный кусочек остался для того чтобы надеть металлический наконечник ну а после того как я одену металлический наконечник я провод опять подтяну на нужную длину чтобы металлический наконечник вот сюда залез вот до вот этого вот уровня вот здесь он будет стоять металлический наконечник вот здесь вот находится в этой части и все вот еще рыв Wednesday сердечник, вот в серединке, вот здесь. Сейчас я вставляю в этот сердечек, вот этот вот, металлический, вот эту вот острую иголочку, прямо вот в сердечник, и его протыкаю. Собственно, здесь и идет искра, скажем так. Вот, вот так сейчас его раздираю, и прямо в металлический сердечник, вот, завожу эту иголочку, вот так. Теперь вот эта иголочка будет контактировать с металлическим сердечником, и искра будет прошибать. Одеваем вот эту бодягу, бодягу одеваем, вот так, поджимаем, поджимаем, обжимаем, вот так, раз, 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 о, наконечник готов, как новый. Вот вам, пацаны, и Чемкенский вариант. Ремонт по-казахски. Все на казахской сварке, как говорится. Так и должно быть. Это, конечно, временный ремонт, но, как известно, что временно, то есть постоянное. На всю жизнь теперь останется. Вот так, отлично. Временное явление есть постоянное. Отлично. А теперь вот все. Вот этот наконечник, вот так проталкиваем. Видите, он теперь садится сюда. Вот так вот утапливается, как раз. А здесь я сейчас заклею и посажу на термоусадку. Вот клей. Суперклей китайский. Китайский суперклей. Братья китайцы уручают нас. Вот так смазываем, клеем. Вот так вот так вот так. Все, теперь совмещаем, направляем, совмещаем. Вот так. Чтобы попасть ровненько. Вот так. Все, держим, пока подсохнет. После еще оболью клеем. Клей 101 уже подсох. Вот, зафиксировал между собой наконечник. Вот уже сухой. Ну, теперь мне понадобится вот эта отвертка, которую я сначала не придумал применение, сейчас применил. Сейчас придумал применение. И вот такой клей. Резиновый. Иранский. Зачем он мне нужен? А он мне нужен, чтобы этой отверткой залезть в клей. И обмазать вот эту вот часть наконечника. Подмажу. Клеем. Подсушу чуть-чуть слегка феном. Так он, так как он резиновый клей, он довольно, сейчас быстро не высохнет. Его нужно подсушить будет феном. Вот он фен. И после уже на полу такой сыроватый клей я надену термоусадку. И термоусадку сажу феном. Вот такая тема. Клей пошел в свое применение. Обмазал отверточку. Это чтобы спонжить или тампокс там не делать. Надо, короче, раз. Это для того, чтобы термоусадка не скользила по гладкой основе наконечника. А так она будет сидеть на клею. Термоусадочка. И никуда не сползет. И наконечник не вылезет. Готово? Готово. Так, клею в сторону. Аккуратно, чтобы он не шлепнулся. И сейчас феном подсушу. Так, вот клей подсох уже такой полусыроватый, полусуховатый. Самый раз. И вот кусок термоусадки отрезал. Все, сейчас вот так надеваю. Вот так, раз. До сюда. И Пену вытаживаю. Если, конечно, он сейчас усадится, потому что здесь он тонкий, а термоусадка толстая, диаметр большой. Ну, как-то пробую садить. Смотрите, вот так усадилась. Ну, довольно плотненько. Ленглан, короче говоря. Вот здесь вот он идет как бы под конус, да. И вот здесь вот самое тонкое место, но, тем не менее, усадилась. Ну, и сейчас вторую шубу еще одну надену. Точно так усажу. Для стопроцентной фиксации две шубы будет держать плотнее, чем одна. Натягиваю вторую шубу. Вот так, укладываю. Ухаживаю. Вот. Ну вот тебе и новый наконечник Великолепный наконечник Как новый Не надо ничего Покупать, заморачиваться Вот чемкентский вариант Я замутил Он действенный и рабочий Будет работать Так, вот теперь натягиваю Вот этот резиновый Колпачок Пыльник Где я делал вот этот надрез Чтобы Он мог Чтобы дал мне Вытянуть кабель На нужную величину Теперь натягиваю Снова Колпачок Так, где он там Минуточку, минуточку Нужно тут направление Поймать, поймать Направление Вот так Вот он должен Сидеть Вот таким Образом Ну вот и все Все вот до сюда Я его натягиваю Как раз Вот Готово Ну а здесь Я тоже сейчас На резиновый клей Посажу Это в том случае Чтобы не попадала Влага Вот сюда Пройдусь И собственно говоря Все Так друзья Ну и теперь Со свечкой Вот Электроды все Почистил Смотрите Теперь Всю шубу Снял Прям такой Плотный Был Нагар Окаленный Конкретный Было Шубой Покрыто Все электроны И зазор Поставил Сейчас Вот Единицу Сейчас Вот такой Вот Зазорчик На единичку Поставил Теперь Там В колодце Вот здесь В колодце Нужно Тряпкой Прочистить Убрать Оттуда Грязь С помощью Отвертки Ну как Тряпку Отверткой Прокручиваем Вот так Опускаем Кончик Тряпки Отвертку Вот так Заводим И Прокручиваем То есть Нужно Грязь Песочек Убрать Чтобы Было Посадочное Место Чистое Под Колечко Свечи Вот так И все Теперь Можно Закрутить Спокойно Свеч Свечу У меня На Включено На свечнике Нету Резинки И чтобы Свечка Не бросать Вот так Отпустим Через Магнит Тогда Электрод На свечи Будет целый Теперь Закручиваем Свечу Свечу Вот и все Готово Выкрутил Все остальные Свечки Вторую Третью Четвертую И На них То же самое Вот Все Электроды Там Горевшие Зазор Гигантский И Нагар Такой Плотной Шубой Сидит Хотя Свечи Вот Сухие Резьбы Все Сухие Без Масляного Налета Мокрого Но Вот Эта Шуба Прям Гигантская Не знаю Как еще С Искра Пробивала Вот При таком Электроде Вот Это Вторая Свечка Это Третья То есть Третьего Цилиндра Тоже Сухая И Тоже Гигантский Зазор Между Электродами Потому что Электроды Все Сгорели Горели И Тоже Вот Такой Вот Прям Конкретная Шуба Вот Прям Аж Коросты Как Кораллы Нарос Ше Вот И Вот Четвертая Свеча Ну Вот Тут Есть Немножко Так Вот Следы Маслица Ну Сухой Такое Поджаренное Масло И Вот Четвертая Свеча Вообще Вся Омгорела Электрод Сгоревший Полностью Тут Вообще Он Наверное Два С половиной Миллиметра Зазор Электрода Практически Нету Ну И Шуба Вот Она Какая Аж Прям Он Прям Обросла Конкретной Шубой Вот Она Вот Таких Свечей У меня Сейчас В данный Момент Нету Заменить Я их Не смогу Единственное Что я могу Точно Так же Сделать Почистить И Подрегулировать Зазор Как и На первом Цилиндре Первую Свечку Вот У меня Щуб Который Единица Сейчас По нему Я И Сделаю Зазоры Да Короче В лед Смотрите Раз Снеж Все Он Гигантский Зазор Два С половиной Наверное Точно Есть Здесь То же Самое Обгоревшие Все Электроны Сейчас Я их Почущу Прям Капец Да Давненечко Свечам Не Уделяли Внимания Да Такого Не Должно Быть Электрон Должен Быть Чистый О Этот Ну Такой Да Конкретно Сгоревший Ну Хотя Я вам Скажу Что Моторчик На них Довольно Сносно Еще И Работал Как Тут Искра Добивала Интересно Конечно Расход бензина Должен 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 Быть Конским Шуба Шуба Обжигать не буду Потому что Свечка Сухая И Вот Она Достаточно Хорошо Чистится Как резьба Так И Нагар Сухой Ну И Как Говорится Дальше Больше Шире Глубже В общем Заодно Я Короче Сдернул Клапанную Крышку Прокладка Уже Такая Подсохла Дубовая И Из Под Нее Масло Ручьем Ну Не ручьем Ну Довольно Таки Много Сочилось Вот Отсюда С этой Стороны Масло И Сочилось Под Прокладки Значит Что Сейчас Я тут Все Замою Зачищу От Масляных Следов Вот Эту Вот Привалочную Поверхность И Здесь Клапанную Крышку Тоже Замою И На герметик Усажу Кстати Вот эти Вот Затягивающиеся Гайки Крепежные Да Тут Клапанная Крышка Сидит На Раз Два Три Четыре На На Вот Таких Вот Гайках Они Вообще Не были Затянутые Прослабли Еле Еле Так От руки Чикс Чикс И Открутились То есть Без Всяких Каких Каких Либо Усилий Ну То Что Уже Прокладки Все Задубели Высохшие Поэтому Они Просели И Легко Все Открутилось В общем Сейчас Я Здесь Замою Зачищу И На Герметику Сажу Такая Короче Тема Как Говорится Аппетит Приходит Во Во время Еды То есть Начал Все С Бронепровода Наконечника Потом Свечи И Вот Теперь Клапанная Крышка Все Заодно По Пунктикам Раз 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 И Цепляется Так Что Такая Тема Пацаны Ну А Что Сделать Никак Это Не Обойдешь Стороной Если Я Уж Увидел Это То Не Отпущу Этот Вопрос И Сделаю Все По Уму По Человече Чтобы Масло Не Сочилось И Не Стекало Вон Там Все По Блоку И Вниз Там На Все Остальное На Подон На Рычаги На Балку Некрасиво Надо Все Сделать Нормально Все Ребята Вот Я И Все Собрал Уже Крышечка Сидит На Месте Бронепровода Сидят На Месте Этот бронепровод Я захимичил Чемкенский вариант Свечи Вкручены Ну В принципе Все Герметика Нигде Нету Не видно Что он Где-то тут Лежит Сидит Все Чистенько Как И Должно Быть Как я И говорю Все Должно Быть Чинно Благородно Ну Пробую Запустить Двигатель Кстати Уже И снег Пошел Мелкий Снежок Все Зима Началась До Снега Успел Да Снег Пошел За ночь Навалить Снега Так Сейчас Пробую Запустить Двигатель Посмотрим Как Будет Работать Так Ну что Мотор Совершенно Холодный Но Работает Ровно Чуть Чуть Немножко Какой-то Компенсатор Подстукивает Ну Так Он В принципе И будет Стучать Машина Стояла Холодная Не заводилась Два дня Нет Ровненько Работает Вообще Без Перебоя Не Шелохнется Да Нормально Чемкенский Вариант Работает Чемкенский Ремонт Да Это Вещь Все Отлично Великолепно Ну Как говорится Чемкенский Вариант Это Временное Что Временное То Постоянное Ну И Великолепно Временное 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 Временное